Друзья, вы на канале Smartwatch, канал только о смарт часах. Сегодня хочу вас познакомить с приложением. Калевенькое приложение. Вот так оно выглядит на часах и называется вот так на смартфоне. Нет никаких заморочек с передачей файлов текстовых и можно спокойненько все читать, но давайте начнем с самого начала. Приложение платное, не помню сколько стоит, на плей маркете. Посмотрите ссылочку внизу, будет ссылочка на VR Store и там вы сможете купить данное приложение в России. Ну, значит поехали. Как оно работает? Открываем. У вас часы должны быть уже по блютуз подсоединены, конечно же, к смартфону. Все, и у нас высвечивается. Вот, пожалуйста, сразу что определилось, какие часы у нас подключены. Далее мы с вами нажимаем плюсик. Здесь выбираем там, что нам нужно загрузить. В моем случае у меня бук папка, там у меня книжки. Я беру ее, открываю вот книги Александр Шевченко. И набираю использовать эту папку. Даю разрешение. Все, вот она. Ага, вот так. Нажал сохранить, 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 сохранить. И теперь нажимаю отправить. Все, передача началась. И вот они появляются на часах. Пожалуйста. Так как книжка недоступна в плей-маркете в России, короче, я сделал так, что ее можно будет купить именно для часов на VR Store и SV Box. Но проблема в следующем, дорогие друзья. Поэтому мы с вами будем рассматривать второй способ добавления к ней. Какая проблема? Вы купите, то купите, на часы установите. Она как бы работает. Но вот здесь она не хочет работать на смартфоне. Бесполезно. Что только не делаешь, никак не схватывать. Что мы делаем, чтобы нам добавлять все-таки книжки? Книжки у вас должны быть на телефоне, там или на компьютере, неважно. Смотрите, вот поворачиваем, значит, мы с вами вправо здесь запустить точку доступа. В этот момент ваши часы должны быть подключены к Wi-Fi. Это обязательно. Ну, они, в принципе, к сети, короче, Wi-Fi. Далее, мы с вами берем, запускаем любой браузер. В браузере набираем вот это вот значение, которое вы здесь видите. В частности, 192.168.0.21. Все через точку. Мы с вами пишем 192.168.0.21. Дальше, у нас есть с вами двоеточие. Обязательно ставим двоеточие. Потом мы с вами пишем порт 8.3.9. 8.3.9. И нажимаем запустить. Все. Мы с вами попадаем в авторизацию. Видите, вот авторизация. Авторизация. Надо вот этот пароль внести. Вводим, значит, 1. Дальше. Т.W. Пароль всегда разный при каждой авторизации. З. 8.X. Все. Теперь нажимаем авторизация. Готово. Можно, кстати, эту вкладочку сохранить. Она у вас будет, допустим, добавить в закладки. Короче, раз и добавили. Пусть она у вас будет. Там надо будет только авторизацию, пароль менять. Дальше. Смотрите, что мы делаем. Загрузить книжку. Нажимаем. Загрузить. Все. Здесь дальше видите. Выбрать файл. Выбираем файл. Он нас переводит во внутреннюю память. Мы, значит, с вами вот ищем внутреннюю память. Там, где у вас книжки. В моем случае у меня книжки Dolan Telegram. И здесь, пожалуйста, вот церковь и ее устройство. Я нажимаю и дальше загрузить. Все. Видите, у меня появилась книжка. Вот она. Вот она моя книжка. Я ее, кстати, на нее нажав отсюда же и смогу удалить потом. Все. Видите? Клевенько. Дальше смотрите. Все. Я вышел с телефона. И вот, пожалуйста, моя книжка. Дальше я с ней работаю, читаю. И все, чем мне надо, делаю. Допустим, все. Мы с вами здесь уже все сделали. Нам хочется по новой авторизировать. Смотрите. Опять мы с вами выходим в основное меню. Опять в сторону. Опять запускаем точку доступа. Все. Готово. Запустили. Также заходим опять здесь. И у нас уже, если вы даже вкладочку нажмете, закладка. Давайте, наверное, мобильные здесь. Да, у меня вот они книги. Хопс. Вот, пожалуйста, у меня втекает, появляется авторизация. Я просто теперь беру и ввожу то, что мне надо. Дальше. Нажимаю Q1RBZM. Авторизация. Все. Я у себя. И опять могу добавлять книги. Либо загрузить, либо наоборот удалить. Вот так, дорогие друзья. Вот все мои четыре книжки, которые я открыл. Все. Нажали одну открыть. Пожалуйста. Вот она открылась. Перелистываем. Здесь есть автопрокрутка. Добавить закладку. Закладки. Искать. И информация. Перейти в начало. Перейти на позицию. Сменить книгу. И вообще выход. Вот так. Достаточно интересная штучка. Нажали. И поехали. Что нам нужно? Автопрокрутка. Если она нужна. То нажимаем и смотрим. Вот так вот она будет двигаться. Естественно, все прибавляется. Сюда нажимаем плюс. И оно все начинает работать быстрее. Здесь, как вы видели, пауза. Все. Вот так все работает быстрее. Убираем автопрокруточку. Автопокрутка. Здесь отключаем. Далее. Как читать, в принципе. Все. Вот она. Поехала. И мы вот здесь нажимаем. Смотрите. Красота. Ну, для шпаргата книжки, конечно, читать будет достаточно сложно на ней. Но вот закладочки можно делать. Добавить в закладку. Все. Отрывок успешно добавлен. Я так понимаю, что это дело все будет также отображаться на телефоне. Теперь мы, если двигаемся дальше, потом нажали здесь. Посмотреть закладочку. Я так понимаю. Или вот здесь. Ага. Закладки. И вот наша закладочка. Раз. И посмотрели. Вообще, в принципе, вещь интересная. Поэтому я думаю, что кому-то из вас данная приложуха действительно пригодится. Ну, а вы были на канале. Смарт-вотч. Пока.